журналист Телеграм-канала. Можем объяснить, Илья Давлячин. Илья, я приветствую вас. Приветствую всех зрителей. Илья, вот, кстати, ваш титул, он как нельзя релевантен к нашей теме сегодня. У вас популярный Телеграм-канал, это ваше главное, я так понимаю, YouTube и Телеграм-канал — главное средство общения с внешним миром. И вот, разумеется, я вас прошу об этом интервью, которое дал основатель, создатель Телеграма Павел Туров, Такеру Карлсону. Такеру Карлсону, там, он высказал целый ряд интересных тез, я только что с Юрием Рашкиным об этом говорил, я просто очень коротко скажу, что он жаловался на то, что его... Сейчас даже посмотрим сихрончик, я буквально скажу, или у нас есть... Давайте начнем сихрончика, действительно, давайте глянем, что он сказал. Телеграм-канал — Существа в Хонг-Конг, Беларусь, Казахстан, даже в Барселонах, в бакахахстанах. Такое, это было в том, что это было для оппозиции, для большого уровня, но не важно, если это оппозиция или пара, что используется Телеграм-канал — для нас, мы используем эти правы, именно на всех сторонах. Мы не должны быть предыдущими в этой форме. — Мы без перевода дали этот кусочек. Он говорил, что, смотри, ребята, телеграм был главным инструментом мобилизации протестов в Беларуси, в Гонконге, все эти продемократические революции последних лет. Мы не являемся здесь какими-то слугами Кемля, это все очевидно. То есть, опять-таки, после этого он жаловался, что на него устроена слишком ФБР, что пытались, на самом деле, даже вербовать, и что, собственно, это iPhone, и Google, и другие андроиды, то есть телефоны, которые небезопасны и так далее. Как вы считаете, какую тут игру играет Дуров, решивший дать интервью к Такеру Крауссену, и какие цели Такера Крауссена при этом? Что он пытался выудить и в каких целях от Павла Турова? Он уже давал интервью либеральному СМИ, я так понимаю, что он имеет в виду Financial Times, да? А вот консерватором он имеет в виду Такера Крауссена, который, давайте напомним нашим зрителям, работал на Fox, на Fox News, но даже там не удержался, потому что даже для Fox News очень консервативного канала, где выходит юмористическое шоу Гатфилд, где, в принципе, довольно-таки комментаторы за Трамповские просто на 146%. Вот даже там Карлсон не удержался на этом канале. Вот Дуров объясняет, что да, либералам дал, теперь дам консерваторам. В этом своем кусочке, да, который вам показали, он говорит и про Башкортостан. Может быть, Дуров не в курсе, я не знаю. Может быть, он проглядел эту историю. Давайте я расскажу Павлу Дурову о том, что произошло в Башкортостане. Ведь когда были протесты в начале этого года, в январе, в Башкирии, тогда Телеграм блокировал массово оппозиционные каналы. Оппозиционные каналы, в которых людей призывали выходить на протесты против приговора местному активисту Алсынову. Вот без суда и без средств Телеграм ограничил в том числе, кстати, и Телеграм-аккаунты средств массовой информации башкирских СМИ, тогда были массово заблокированы в Телеграме. Что это как неручное управление, может быть, в теории, может быть, там есть история, вот как у Ютуба. Там в Ютубе есть в последнее время масса таких историй, и мы с ней сталкивались, когда появляется куча кремлеботов и начинают массово спамить и жаловаться на какое-то видео. Ютуб дает этому видео маркировку 18+, соответственно, это видео перестает вообще отображаться в рекомендациях, перестает набирать, но, в общем, становится таким мертвым видео, не попадая никуда. А в Телеграме еще жестче, то есть там просто Телеграм-каналы массово блокируются. Я не знаю, вот с чем была связана та блокировка январская, но мне кажется, что Павел Дуров немножко лукавит вот этой вот всей истории, и, в принципе, его можно понять. Он говорит, что он не сотрудничает с российским государством. Я в это тоже не очень верю, потому что мы видели примеры, когда Телеграм шел на сотрудничество с российским государством и удалял каналы, которые были, скажем, очень неподцензурны Путину, его друзьям и так далее. То есть все те каналы, которые резко расходились в повестке с Кремлем. Но Дурова можно понять, потому что ведь у Телеграма большинство рекламодателей, я даже сказал, подавляющее большинство рекламодателей, находятся именно в России. И в этом смысле, конечно, сотрудничать с Россией, если вдруг Телеграм заблокируют в этой стране, а сейчас на самом деле не 2017 год, когда уже Телегу блокировали в России, но у них ничего не получилось тогда. Сейчас не то время. Сейчас у операторов есть коробочки такие, они называются ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. Вот эти коробочки, они могут автоматом заблокировать Телеграм, и без VPN, к сожалению, в России не получится заходить в этот мессенджер. Поэтому сотрудничество Дурова с российскими властями в этом смысле объяснимо вполне, потому что если бы он не сотрудничал, то Телегу бы заблокировали Дуров и Телеграм, потеряли бы огромное число денег, которые приходят от рекламодателей, от пользователей. Есть же Телеграм-премиум, да? Большое число пользователей подписалось на Телеграм-премиум. Вот за счет этого большого слота у Телеграма много-много-много денег поступает, хотя Дуров говорит, что он их не тратит, там хранит их на счетах своих. Но тем не менее, в этом смысле, конечно, Телеграм не является прям очень безопасной площадкой. Давайте об этом скажем нашим зрителям. Да, но это интересно, на самом деле, в том смысле, что сейчас, как я уже сказал, Илья, раздаются голоса в Украине, а не стоит ли призадуматься, может быть, перестать пользоваться Телеграмом для каких-то даже государственных месседжей, этим пользуются Телеграмом, пользуются и украинские государственные представители, и вообще есть голоса в пользу того, чтобы его закрыть. Вы как-то человек, заинтересованный, наверное, все-таки в продолжении Телеграма, но мне сложно себе представить, чтобы вы ратовали бы за ее закрытие, блокировку, допустим, в стране, где находитесь вы, для вас это ваш хлеб, можно так даже сказать. Все-таки, как вы считаете, стоит ли Украине призадуматься и вообще заблокировать у себя Телеграм? Вопросы. И Дуров сам, кстати, об этом говорит. Он говорит, что я, когда работаю и живу, я допускаю, что меня могут отследить везде. И, в принципе, любой пользователь должен это понимать. Заходя в WhatsApp, заходя в Facebook, заходя в любое приложение, которое запрашивает у вас разрешить отправлять уведомления, разрешить cookies. Телеграма — это в смысле никакое не исключение, а, в принципе, правило. Нужно сейчас вехтехнологии, 24-й год, поэтому нужно понимать, что шпионы вам могут установить и с помощью Телеграма, и с помощью сигнала до невозможности якобы безопасного мессенджера, потому что все время рекомендуют. Вот есть сигнал безопасный, есть почта Протон, самые безопасные в мире. Но это тоже не так. Лазейки есть везде, и на 100% безопасного нет ничего. Другое дело — в проникновении. То есть есть соцсеть ВКонтакте, проникновение государства, в какую-либо соцсеть, сайт, мессенджер и так далее. Вот есть в ВКонтакте, который раньше владел Павел Дуров, собственно. До 2000, до его памяти, по-моему, 12-го года он владел этой соцсетью, а потом у него ее отжали. Отжали структуры, связанные с Алишером Усмановым, близким к Путину олигархам, владельцам газеты «Коммерсант», владельцам Mail.ru Group. Вот сейчас Алишер Усманов владеет ВКонтакте. И сейчас ВК — это максимально подцензурный сайт, который читают насквозь. У силовиков есть прямой доступ к перепискам. Они раньше, знаете, могли запрашивать в судах, да, идти в суд за санкции, там, читать соцсеть какую-то, читать ВКонтакте. Сейчас они даже этим себя не утруждают, потому что еще раз есть вот эти вот коробочки ТСПУ. Но к Телеграмму у них нет прямого доступа. Они не могут читать Телеграмму, и, в принципе, это давно известный факт. Ключи шифрования находятся. По-моему, Дуров говорил даже, что ключей шифрования у него нет как таковых, поэтому у него нет доступа к личным перепискам. Я, в принципе, ему в этом плане доверяю. Так что, ну вот если говорить о блокировке, я считаю, что блокировка Телеграммы будет неправильной, потому что все-таки у российского государства прямого доступа к Телеграмму нет. Нет такого, что условный там силовик Вася Пупкин, находясь в Пензе, да, условный, там пишет Павлу Дурову или даже не пишет, а просто заходит в Телегу и заходит в вашу переписку. Конечно, такого нет, в отличие, например, от ВКонтакте. Вот блокировка ВКонтакте, я знаю, что в Украине ВК заблокирован, Одноклассники заблокированы, Яндекс заблокирован. Это вот все сайты, к которым у силовиков есть прямой доступ. Байл.ру у них прямой доступ, Рамблер. Что еще? Ну вот, наверное, основные, да, такие соцсети, почтовые клиенты, у которых есть доступ, у которых есть доступ у силовиков. В этом смысле Телеграмм более безопасный, но не на 100%, конечно. На 100% безопасного нет ничего. Но если не пользоваться ничем, то можно, знаете, закрыться в комнате и, в принципе, вообще никуда не выходить. Это да. Илья, вопрос по поводу, продолжаем мы следить за уже 12-е сутки затопления Орска. В городе не хватает питьевой воды, жители вынуждены набирать воду из луж. В Единой России не нашли ничего предусудительного в том, что семья мэра Орска-Козупицы укрыла свои дубайские квартиры. Мэра троллят в местных пабликах, пишут, интересно, об Дубае за такую инспекцию дамбы. Что бывает, собственно? Ваш Дубай затопило, спасайте семью. Дубай — это веселье и шикарная жизнь, в то время как другие тонут. Дубай — это измена своему народу, Козупица. Там ваш Дубай затопило, спасайте семью. Интересно, что по старой доброй российской традиции царь всегда прав, царь-батюшка добрый. И на местных князьков подобный гнев можно сливать и так далее. А Кремль, судя по всему, особо не чешется, не видит никакой для себя опасности. Как вы видите всю эту ситуацию? Насколько она вообще выпивается из ряда вон? Всегда же вроде бы в России так было. Или вы всё-таки связываете то, что произошло там, так или иначе с войной? Нет, я думаю, что с войной это не связано. Это просто вот… Ну как, сейчас всё связано, конечно, с войной. Но вот эта вот история, что российскому государству плевать на обычных людей, она же была не только во время войны в Украине. Она уже лет 20, если не 30, если не 100. Вот этот Куренков, Путин, простите меня за это слово, ну срать они хотели на этих обычных людей. Ну какие там арчане, какие там оренбуржцы, курганцы. Какое Путину в его особняке там в Геленджике, в бункере дело до людей, которые там тонут в Орске, плевать он на них хотел. Какое дело Куренкову, у которого есть дом на Рублёвке, в посёлке Раздоры на Зелёной улице, до условной там Елены из Орска, которая потеряла всё. Дом свой, имущество, деньги. И сейчас ей местные книжки говорят, ну так и быть, мы вам выплатим 100 тысяч рублей, скажите спасибо и на это. Что она будет делать с этими 100 тысячами? Это сейчас 1000 евро. Это не то, что не деньги. На них вообще ничего невозможно купить. И в России, и в Орске. Цены везде высокие. Но людей можно понять, да, мы все с вами видели вот эти вот видео, на которых люди, местные кричат, жители кричат, кричат, Путин, помоги. Вот такая выстроенная система в России, когда действительно царь хороший, бояре плохие. Путин сам выстроил такую систему, что вот есть вертикаль, а если есть вертикаль, то сверху кто-то стоит, да, сверху стоит вот этот вот царь, который, по идее, должен за все отвечать. Но поскольку царь далеко, а снизу стоят вот эти вот Казупица Василий, да, Денис Паслер, губернатор вот Оренбургской области, причем абсолютно непонятно, за какие там заслуги они сидят. Но, естественно, люди обращаются не к ним, потому что они понимают, ну кто такой этот Казупица, кто такой этот Паслер. Это абсолютно никчемные люди, которые не за свои таланты, не за достижения заняли вот эти вот должности. Точно так же, как Александр Куренков возглавил МЧС, не потому что он великий спасатель, не потому что он там из огня вынес 15 бабушек и спас там из воды, вытащил 30 младенцев. Ничего подобного. Куренков занял эту должность, потому что его предыдущая должность звучит как охранник Владимира Путина. Точка. Вот именно поэтому он стал главой МЧС. А если он возглавил МЧС не благодаря своим талантам, ну, извините меня, что должно происходить в МЧС и как сам Куренков должен относиться вот к этим обычным людям. Естественно, он скажет о России 24, мы предупреждали местных жителей о том, что нужно эвакуироваться за 7 дней. Соврав, потому что местные жители сказали, какой эвакуироваться, никто нас не предупреждал вообще. То есть, ну, Куренков просто соврал на камеру и считает, что это, ну, вполне себе нормально. Это же продолжение нашего с вами прошлого разговора. Помните, Питер, мы с вами обсуждали историю про теракт, когда предупреждали властей российских, что готовится теракт, когда ИГИЛ публиковал видеозаписи с угрозами. Когда произошел теракт, на место не ехали силы реки, а сейчас власти никак не помогают людям, которые пострадали в этом теракте. Ровно та же история, потому что государству российскому плевать на своих людей. Это уже третий подобный случай с начала этого года. Сначала был коммунальный коллапс в Подмосковье, о котором тоже предупреждали. Вот метеорологи говорили, что будет холодно, зима, январь, привет. Вообще-то минусовая температура должна быть. Но подмосковные власти живут, видимо, в том же самом Дубае, где все время плюсовая температура, и не знают, что от минусов вообще-то трубы иногда лопаются. Вот их предупреждали, они не услышали. Когда случилась беда, они опять ушли в какую-то тень, сказали, ой, это не мы, это вот какие-то там коммунальщики, да, вот там Вася Купкин снизу сидит, вот он в этом во всем виноват. Не губернатор Воробьев, да, не там мэр какого-нибудь Коломна, я не знаю, какого-нибудь Подольска, да, подмосковного. Вот точно так же третий раз с начала года государство российское показывает свою полную профнепригодность. Ну, естественно, воевать они могут, да, вот скинуть бомбы на головы мирным жителям Чернигова, это замечательно у них получается. Разбомбить Одессу, это прекрасно у них получается. Строить планы по захвату Харькова, убить кучу мирных людей, детей, женщин, это замечательно. Вот тут они мастера, конечно. А так, чтобы увеличить благосостояние своих граждан, этого у них не получается, и, видимо, уже не получится никогда. Да, увы. И, кстати, знаете, Ильяне, вот некоторое время подряд уже слышу вот по поводу вообще использования пенсионной системы, что вот принципиальная разница от путинского режима, даже сейчас во время войны, от сталинского, что, в принципе, Путину нет необходимости организовывать 37-й год. В принципе, всё у него удаётся, что касается поддержания законности и порядка в стране. Все недовольные схлынули благодаря вот полной мобилизации, больше, количество их оценивается где-то миллион. Самые такие рьяные, да, и самые большие буяны, они были посажены и так далее. Но вот всё равно так это всё делается без необходимости массовых расстрелов, казней, убийств. И тем не менее сейчас новая статистика о том, что в России за год резко выросло количество приговоров именно по политическим статьям, а по некоторым рост наблюдается в два или даже три раза. Снуждённых за густосмену стало в два раза больше. В 22-м таковы было 16, в 23-м уже 39. Опять-таки цифры всё равно ещё очень скромные. Все осуждённые были приговорены к различным срокам лишения свободы, ни одного оправданного. В 23-м году зафиксирован новый рекорд по статье о разглашении гостайны. Осудили 73 человека. Ну и ещё один рекорд по статьям об экстремизме. В общей сложности за участие в деятельности экстремистского сообщества или организации его деятельности были осуждены 357 человек. Меня, вот Илья, эта цифра удручает не к тому, что я хочу увидеть её рост непосредственно сам по себе, опять-таки, но это говорит о том, что общество в целом согласно с политикой Путина или настолько уже десубъектифицировано, что, в принципе, ни о каком активном сопротивлении уже и речи быть не может. Вот, кстати, это правильно. Эта статистика говорит исключительно о том, что в России сейчас всё строится на страхе. Не к тому, что, да, опять же, мы призываем к массовым репрессиям, к расстрелам. Нет, конечно. Но вот, например, давайте я открою цифры по самой нашумевшей статье 280.3. Это так называемая дискредитация российской армии. Вот берём прошлый год и смотрим. 2023. 43 осуждённых человека по этой статье. И из них лишение свободы абсолютно минимальное какое-то. Да, я не вижу сейчас, но вот я сегодня смотрел, не могу сейчас назвать цифру. А, 12 человек. 12 человек лишены свободы. То есть большая часть людей, осуждённых по вот этой вот статье о дискредитации армии, так называемой, они приговорены к штрафам. В этом смысле, конечно, надо говорить о том, что, да, всё строится на страхе. Нет массовых репрессий, нет массовых расстрелов, но вместе с тем есть большое число статьи, большое число оштрафованных по статье о дискредитации. То есть за год там где-то около 5 тысяч человек. Это уже довольно солидная цифра. И там, ну, штрафы доходят до сотен тысяч рублей. Поэтому, в принципе, не у каждого человека есть такие деньги. А надо понимать, что если ты не платишь штраф, то на тебя заводят уголовку, и это уже, это уже другая, соответственно, статья. Но в этом смысле, да, с одной стороны, многие из тех, кто мог выйти на улицу, они уехали, другие закрылись и сидят там на кухне и говорят, что политика меня не касается. Это не значит, что Путин в безопасности, это не значит, что его режим будет стоять ещё многие-многие годы, потому что мы видели, что когда человек, россиянин, да, видит, что нет какой-то серьёзной опасности, или он видит, что таких, как он, много, этот человек выходит на улицу. Мы это с вами видели прекрасно в 2011 году, когда были массовые нарушения на выборах, и люди настолько охренели от того, что происходит, что вышли на улицами сотни тысяч, сотними тысяч. И тогда, кстати, это вот к вопросу о численности, тогда это помогло, потому что мы помним, как тогда резко изменили избирательное законодательство, как разрешили регистрировать партии, как был снижен процентный барьер, то есть власти увидели, что людей много вышло на улицы, и они пошли на попятную. Другое дело, что потом оппозиция, как обычно, как обычно, российская оппозиция сама с собой переругалась, координационный совет оппозиции распался, люди тоже разуверились в оппозиционных силах и поняли, что за кого выходить, за этих, которые сами между собой договориться не могут. И всё это пошло на спад. Я думаю, что если бы тогда додавили бы, дожали, возможно, сейчас бы, и я уверен, что сейчас бы ситуация была совершенно другой, но тогда гражданское общество, к сожалению, не смогло отстоять свои права. Но ещё раз, ещё раз, вот цифры небольшие, но и с той, и с другой стороны, когда цифры перерастают в большие, в десятки, там, в тысячи, ситуация в корне меняется. Пока, к сожалению, в России такого нет, но я не говорю, ещё раз, я говорю о том, что это не значит, что такого не случится никогда. Такое может случиться, и мы с вами видели подобные истории. В Башкортостане, да, ещё раз скажем, когда люди в этом году массово вышли на митинги. Мы видели эту историю в Бурятии, когда началась мобилизация, люди повалили на улицы, и в Бурятии мобилизацию просто скомканно завершили, там, кого уже сдержали в военкоматах, отпустили, всё, в Бурятии мобилизация закон, как и в Дагестане, в принципе. То есть Дагестан и Бурятии, они смогли отстоять своих людей. Другие регионы не смогли, поэтому сейчас из них по-прежнему набирают мобилизованных на фронт. Ну, если бы я говорю о протестах, вот как в завершении нашей беседы, как раз грузинские протесты, нет русскому закону, нет России, да, Европе. В Тбилиси уже начались стычки с полицей на митинги против закона об инагентах, которых оппозиция считает вообще выдвинутым под влиянием Кремля. митингующие на улице кричат, что все поддержавшие инициативу депутаты русские рабы. Президент пообещал наложить вето на законопроект, но парламент, вероятно, сможет его обойти. И уже, мы знаем, парламент принял этот закон о потенциале этих протестов и вообще, или как вы считаете, насколько решительно и насколько вообще способны адекватно по своим методам, я имею в виду, будет ответить на это Кремль, насколько Кремль готов будет пойти. На серьезные меры если он почувствует, что Грузия потихоньку уходит из-под влияния, мы уже видим разброды Шатальдия в Армении. И насколько она способна это будет сделать, учитывая, что львиная доля, разумеется, в своих карательных органах, если можно так говорить, сейчас воюет в Украине. Ну, Кремль, конечно, пытается всякими силами, правдами и неправдами добиться восстановления вот этого самого Советского Союза. Путин уже говорит, что крушение СССР это самая большая геополитическая катастрофа. И он по-прежнему считает, что и Грузия, и Армения, и Украина, и Литва, где я живу, и Латвия, и Эстония, это все страны, которые должны рано или поздно вернуться в лоно Советского Союза. Путин и не скрывает тот факт, что он, в принципе, готов пойти на все, чтобы вернуть этот самый Советский Союз. И, в принципе, это показывает его отношение вот ко многим странам, которые входили в СССР, но добились своей независимости. Вот те же самые Латвия, Литва, Эстония, страны Балтии. За все 24 года Путин ноль раз приехал в эти страны. И это вот ясно показывает, как он к ним относится. Он не считает эти страны за какие-то самостоятельные субъекты. Он был на границе. Вот он был в Ивановгороде, в Ивангороде, на границе Эстонии и Российской Федерации. Вот там он был. Но вот в Нарву, в Эстонскую, он не заходил. И, в целом, конечно, я хочу выразить большое восхищение грузинам и тому, как они сопротивляются вот этому законопроекту. Я не собираюсь сейчас влезать в внутренние дела Грузии, но, тем не менее, как иностранный агент, работающий в СМИ и иностранном агенте и как раз сегодня пролегравший иск Минюсту в московском суде по поводу признания себя иноагентом. Но я не могу не предупредить, во что это может вылиться. Потому что сейчас, пока грузинское законодательство и вот тот законопроект, который они приняли, пока обязывает лишь сдавать отчеты в местный Минюст. Местный Минюст, кстати, это отдельная история, потому что я хочу сказать, что в Грузии все очень цифровизовано. И в том же самом Минюсте можно буквально за сутки все сделать. Это огромный респект Грузии. В этом смысле они молодцы. Но вот этот законопроект, он может вылиться в нечто худшее. Потому что вот пока там нет требования о той самой плашке, известной, которую нужно писать иностранным агентам. Пока этого требования в грузинском законодательстве нет. Но никто не говорит, что этого не может случиться дальше. Потому что сначала в России тоже все было принято ну так, не особо жестко. А что пошло дальше? Потом был принят закон о СМИ иностранных агентах. И в этот самый реестр СМИ стали включать людей. Что вообще на тот момент было чем-то удивительным. То есть условный там Лев Пономарев правозащитник стал СМИ иностранным объектом. Агентам. Не соблюдаешь законодательство? Штраф. Еще один штраф и уголовное дело. Что было дальше? Дальше был принят закон о нежелательных организациях. А по российскому законодательству сотрудничество с нежелательной организацией это уголовное дело. Дальше иноагентов стали чинить препятствия. Например иноагенты не могут получать финансирование из госбюджета. Дальше есть новая законодательная новелла иноагенты не могут баллотироваться в органы власти. То есть вот пока этого все в Грузии не принято но этот закон очень опасен тем что если его примут а это понятно что его уже приняли президент говорит что она наложит вето но вето преодолевается простым большинством в парламенте местном то есть судя по всему этот закон заработает и это может стать очень тревожным звоночком вот этот человек который был признан иноагентом и лишился из-за этого работы лишился денег я хочу предупредить что это может стать очень серьезным препятствием этот закон действительно очень опасен. ну и ваше мнение иноагента в этом вопросе разумеется вес поэтому стоит прислушаться Илья спасибо огромное за ваше время за ваш экспертный анализ всегда было очень приятно с вами побеседовать друзья Илья Довлячин журналист телеграм-канала можем объяснить спасибо спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...